Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире ЛАТО 24, программа «Еще не вечер», в студии работу я, Вера Черникова. Итак, сегодня в Кыргызстане отмечают Международный день защиты детей. Это один из самых старых международных праздников. Решение о его проведении было принято в 1925 году на Всемирной конференции, посвященной вопросам благополучия детей с женями. В 1950 году, 1 июня, был проведен первый Международный день защиты детей, после чего этот праздник проводится ежегодно. В нашей стране работает ряд организаций, которые оказывают поддержку Министерству образования и науки по расширению доступа к образованию. В частности, для уязвимых детей, таких как дети дошкольного возраста, проживающие в сельской местности, дети с инвалидностью и других категорий детей. О том, какая работа проводится по вопросам доступа к дошкольному, начальному и среднему образованию, мы поговорим с координатором Общественного фонда Лига защитников прав ребенка Джилдыс Джаманкуловой, председателем Общественного объединения движения «Вперед!» Тахмина Ясановой, а также заместителем главы ЮНИСЕФ Юлией Олейник. Сегодня они гости нашей студии. Здравствуйте! Мы приветствуем вас в студии Аллатоу-24 в программе «Еще не вечер». Сегодня мы говорим о том, какая работа проводится в нашей республике по защите прав детей. А в частности, наш разговор будет посвящен именно доступу к качественному образованию. Несмотря на то, что Международный день защиты детей – это праздник, когда проводят праздничные мероприятия, детей угощают мороженым, устраивают концерты, тем не менее, это повод поговорить еще раз о том, какое внимание необходимо уделить нашим детям. И прежде всего, скажите, пожалуйста, какие исследования были проведены организацией ЮНИСЕФ в Кыргызстане именно по доступу к качественному образованию? Спасибо большое, Вера. Я прежде всего хотела бы всех поздравить с Международным днем защиты детей. Это большой праздник. Я поздравляю детей, а также всех нас. Прежде всего, с этим днем, а также отметить приверженность Республики Кыргызстан к поэтапному расширению прав и возможностей детей. Сегодняшний день очень знаменателен, и я хотела бы отметить два недавних события, которые нам по-настоящему показывают приверженность правительства к защите детей. Первое, это то, что вчера, на прошлой неделе, в первом чтении была принята концепция по кодексу о детях. Это очень важный документ, который будет расширять защиту детей. Второе, это совсем недавно правительство репатриировало детей из конфликтных зон Ближнего Востока. Это самые уязвимые дети. И эта приверженность нам показывает, что правительству не все равно, и где бы дети Кыргызстана не находились, правительство вместе с ними. Теперь, переходя к вопросу, который вы задали по качественному образованию, это очень важный вопрос, потому что Кыргызстан очень молодая страна. Мы знаем, что более 30% это дети, более 50% это дети и молодежь. И поэтому Кыргызстан находится на очень важном демографическом рубеже. Нам очень важно, какие инвестиции сегодня делаются в детей, потому что это как раз-таки то поколение, которое может вывести Кыргызстан на новый этап социально-экономического развития уже совсем скоро. И возвращаясь конкретно к вопросу образования, оно здесь центральное. То, что мы сейчас знаем, правительство инвестирует 6% в ВВП, в образование. То есть по мировым стандартам это очень высокий показатель. И мы знаем, что это не только в этом году, последние 10 лет была такая же тенденция. Мы знаем, что существует большая приверженность и управленцев, и учителей. Особенно в прошлом году, в трудный год, мы видели, что учителя делали все, чтобы образование продолжалось в контексте ковида. В то же самое время качество образования, мы знаем, это не секрет, существуют проблемы. Например, 60% детей, учеников 4-го и 8-х классов не достигают тех базовых показателей по успеваемости, которые ожидаются. Это большая проблема. Второе, это то, что каждый пятый молодой человек не работает и не учится. Что это означает, в чем корневые причины этого, и как мы можем улучшить качество образования, чтобы в будущем образование стало билетом к хорошей профессии для каждого молодого человека. То есть существует достаточно много разноплановых проблем, с которыми мы сталкиваемся, но в то же самое время есть и пути решения, о которых я буду рада сказать. Да, очень здорово. Итак, мы говорим сегодня о том, каков доступ наших детей к Кыргызстану, к качественному образованию. Причем говорим о всех слоях нашего общества. Это и дошкольниках, и школьниках. И в том числе и детей с особыми нуждами. Ваша организация занимается помощью именно детям, которые оказались в трудной ситуации при поступлении в школу. И как бы это ни удивительно звучало, это дети, проживающие в Бишкеке. И вы ежегодно проводите акцию «Примите моего ребенка в школу». Скажите, пожалуйста, скольким детям вы помогли и в чем вы видите основную свою роль? Я, пользуясь случаем, тоже хотела бы поздравить всех родителей. Сегодня, оказывается, еще и Международный день родителей. С Международным днем родителей, с Международным днем ребенка. Пожелать всем нашим детям семейного окружения, чтобы у каждого ребенка была семья, у каждого ребенка, чтобы было счастливое детство. И наш фонд, Общественный фонд «Лига защитников прав ребенка», мы ежегодно совместно с Министерством образования и совместно с Управлением образования города Бишкек проводим акцию «Примите моего ребенка в школу». Последние годы, с тех пор, как была введена электронная очередь, не все родители могут зарегистрироваться в этой электронной очереди и попасть в школу. Имея в виду, дети не могут попасть. Особенно трудности бывают с жителями новостроек. Уровень жизни у них очень низкий. В основном многие живут на квартирах, не знают, в какую школу обратиться. Их зачастую не принимают, потому что у них нет прописки, регистрации постоянной. И наша организация в каждом районе города Бишкек при управлениях образования созданы комиссии, которые рассматривают все эти вопросы. По настоящее время в нашу акцию, по нашей акции обратилось более трех тысяч обращений мы приняли. И каждого ребенка совместно с мэрией мы устраиваем в школу. Очень важно, чтобы в нашей стране были организации, были люди, которым можно обратиться за помощью для того, чтобы родители не остались со своей проблемой наедине. Как говорится, и ребенок получил все-таки образование. Тахмина, вы являетесь председателем общественного объединения «Движение вперед». Какие вы реализуете проекты в области доступа к образованию? Да, то, что касается доступа к образованию, если ранее коллеги говорили о том моментах документации, моментах информации для родителей, то мы больше продвигаем именно содержание этого образования, то есть дошкольная сфера и подготовка детей. К сожалению, с каждым годом, так скажем, уровень развития у детей почему-то становится ниже. Не только в Крысстане, но и во всех странах. Очень много у нас три года неговорящих детей. К сожалению, это все сказывается на их других функциях, которые важны также для поступления в школу. Поэтому мы занимаемся, во-первых, консультацией родителей о том, какие нормы развития есть на сегодняшний день. Во-вторых, то, что касается детей с особыми образовательными потребностями, либо та категория детей, которых, к сожалению, недоступно обучение в массовых школах, мы рассказываем родителям и стараемся организовать мероприятия, которые могут дать социализацию ребенку. Это групповые занятия, это занятия по альтернативной коммуникации и на домные визиты. Скажите, пожалуйста, в Бишкеке или в регионах вы проводите подобную работу? На сегодняшний день у нас есть связь через Zoom с регионами. Также мы общаемся внутри национальной сети «Жангрык», то есть обмениваемся теми проектами и знаниями, обучениями с организациями, с руководителями организаций в регионах. Но консультации, в основном, конечно, проводятся в нашей организации в Бишкеке и пригородах. Это Токмак, Карабалта и Каракол. Итак, чтобы понять, куда двигаться и проводить реформу системы образования, делать какие-то новые моменты, необходим документ. И ЮНИСЕФ помог правительству Кыргызской Республики разработать стратегию по развитию образования до 2040 года. Скажите, пожалуйста, какие основные, такие краеугольные камни вы обозначили в этой стратегии? Что сегодня необходимо современной системе образования Кыргызстана? Да. Это по-настоящему является очень важным документом, очень важной рамочной стратегией для развития образования до 1940 года. Этот документ разрабатывался при общем руководстве координации Министерства образования и науки с поддержкой всех международных организаций и организаций, которые так или иначе вовлечены в процессы образования в Кыргызстане. Документ фокусируется на три основные направления. Первое — это управление. Управление системой образования. Здесь очень важно, так как ресурсы немалые, которые вкладываются в образование, как более эффективно и прозрачно ими управлять с ориентацией на результат. ЮНИСЕФ со своей стороны мы поддерживаем разработку информационной системы управления образованием для того, чтобы все было прозрачно, для того, чтобы все было оперативно, чтобы у управленцев были данные здесь и сейчас, и чтобы мы переходили от общих фактов и их цифр к решению конкретных проблем на местах, чтобы мы их знали, выявляли и оперативно действовали. Министерство уже сделало большой рывок вперед, и в этом году предполагается как раз-таки тот переход от сбора данных к использованию данных в принятии решений. Второе направление — это направление охвата. Мы знаем, что охват школьным образованием достаточно высок, около 99%. Но есть группы, как коллеги уже отметили, есть группы, у которых затруднен доступ к образованию. Это, конечно, прежде всего дети с ограниченными возможностями здоровья, это дети из этнических меньшинств, это также дети, не охваченные дошкольным образованием, потому что как раз-таки дошкольное образование охвачено на данный момент только 39%. Правительство планирует уже в ближайшее время охватить до 80%, а это означает, что нам нужно находить новые альтернативные методы. И здесь Всемирный банк, ЮНИСЕФ и другие партнеры, мы сейчас работаем над альтернативными методами центров дошкольного образования, например, на базе библиотек, которые уже существуют и могут быть таким ресурсом для всех семей в глубинках, в городе, в других вопросах. Теперь, также, если мы говорим об охвате, пробел существует с учениками старшего возраста. Мы знаем, что только 60% детей переходят из 9 в 10 класс. Остальные 20% идут в профтехнические училища, а еще 20% не идут никуда. Как нам охватить эту группу? До этого был диалог о том, что не стоит ли нам вернуть 11 классов обязательного образования. Мне кажется, этот вопрос нужно поставить также на повестку дня. И третий вопрос – это вопрос качества. Как я уже сказала, по успеваемости показатели не самые хорошие и есть над чем работать. Здесь очень важно пересмотреть содержание учебной программы, для того, чтобы она соответствовала тем компетенциям и подготавливала учеников к рынку труда сегодня и завтра. Это основные направления. Итак, к сожалению, система дошкольного образования в нашей республике пострадала несколько, да и очень много детей остались без того, чтобы посещать детские сады. Но вы сейчас сказали, что вы разрабатываете альтернативные формы, да, это временное пребывание детей, для того, чтобы они все-таки учились общению и получали первоначальные навыки. Какие у вас проекты именно по дошкольникам? По дошкольному образованию мы очень давно продвигаем вопросы использования центров детского творчества, для того, чтобы тоже, вот как ранее коллеги сказали, то есть не обязательно для обучения детей с инвалидностью, не обязательно это должны быть места школы, либо детсады, да, то есть это могут быть такие общие места, именно инклюзивные, которые могут включать. Самое главное, это, конечно, кадры. Поэтому на сегодняшний день самое первое, это у нас включается помимо организации таких мест, где дети с инвалидностью могли бы приходить и обучаться к общему развитию, подготовкой к школе и другим нормам социализации. Это вот либо создание таких мест, либо обучение родителей, для того, чтобы родители, в свою очередь, тоже могли это делать дома. И что интересно, с каждым годом становится все больше родителей, которые идут на дополнительное образование второе, и учатся на логопедов, на спецпедагогов, на педагогов начальных классов. То есть альтернативой выступает, что дело утопающего, дело рук самимого утопающего. Обучение получают родители и обучают детей дома в основном. Среди всех категорий детей особое место занимают дети с особыми нуждами. Это люди с ограниченными, дети с ограниченными возможностями здоровья. И в последнее время у нас очень активно в стране применяется принцип инклюзии, когда ребенок с особыми нуждами идет в общеобразовательную школу и учится выживать в среде детей, у которых нет никаких проблем со здоровьем. И я знаю, что у вас тоже есть очень удивительный проект, когда вы детей с составанием умственного развития помещаете в общеобразовательную школу, и им оказывается особое внимание, и они подтягиваются в своем развитии. Так ли это? Да, вы совершенно правы. Мы работаем уже второй год. Это два интерната вспомогательных, специальные школы-интернат для детей с инвалидностью. Легкая умственная отсталость у этих детей. 98 детей нам удалось интегрировать в школы по месту жительства. Этот проект, он звучит так, создание благоприятной семейной среды для детей Кырковской Республики. То есть ребенок, получая доступ к образованию, то есть его право на образование не должно заменять, прежде всего, его право на семью. Многие эти дети были оторваны от семьи, были вынуждены из далеких сел Нарынской области, Оржской области, и они вынуждены были находиться в интернатах многие-многие годы, потому что их просто-напросто не брали в школу по месту жительства. Кто-то из этих детишек проучился в своей школе сельской и пятый класс, и шестой класс, и почему-то в седьмом классе по МПК решает отправить этого ребенка в интернат. И сами представляете, как это очень сложно, да, такому ребенку, он уже в подростковом возрасте, отрываться от семьи, находиться в закрытом учреждении. Поэтому вот мы провели очень большую оценку семей, оценку детей, оценку причин, по которым дети поступают в интернаты. И оказалось, что у нас просто нет доступа этих детей к образованию на местах. И нам удалось 98 детей интегрировать. Это была большая работа проведена и с учителями школ, с родителями, работа с детьми, которые учатся в этих школах, работа с родителями этих детей. Все мы должны понимать, что каждый ребенок имеет право на образование. Каждый ребенок. Инклюзивное образование, в общем-то, это новый подход для системы специальной педагогики в Кыргызстане и вообще в странах СНГ. Но, тем не менее, он сейчас активно внедряется. В чем вы видите его эффективность? Да, это очень важный вопрос. И здесь я хотела сказать, что Желудусь подняла очень важный вопрос с тем, что Кыргызстан ратифицировал Конвенцию по правам людей с инвалидностью в 2019 году. И когда мы говорим о интеграции детей с инвалидностью в школы, это не благотворительность. Это их право и наша обязанность. Того, чтобы каждый ребенок имел право на качественное образование в общих школах вместе с другими детьми. И здесь это очень важно, чтобы мы не только учили их выживать в этих условиях, прежде всего мы должны создать условия, чтобы эти дети комфортно себя чувствовали и могли учиться в общеобразовательных школах. А что это означает? Это означает подготовка педагогов. Помимо педагогов в школе нужно продумать наличие социальных педагогов, логопедов, психологов по необходимости в конкретной школе, то есть введение такого рода штатных единиц. ЮНИСЕФ совместно с ЮСАИДом и другими партнерами в последние годы пилотировал систему инклюзивного образования в 10 школах с очень хорошими высокими показателями. Что теперь нужно? Стоит вопрос, как нам опыт этих 10 школ, а также тот опыт, о котором говорят мои собеседники здесь, как мы можем его перенести теперь на национальный уровень? Здесь нужна очень сильная политическая воля для того, чтобы это по-настоящему случилось, чтобы были ресурсы, и у каждого ребенка по-настоящему было право учиться с другими. Вы работаете с детьми со специальными нуждами. Какие проекты осуществляете? Да, работа в первую очередь, это, как мы говорили ранее, развитие речи, альтернативной коммуникации. То есть если ребенок не заговорил ни в 3 года, ни в 5, ни в 8 лет, это не совсем не всегда означает, что интеллект не сохранный. Очень часто бывает, что при дискинтической форме интеллект ребенка сохранен, он может общаться, но не вербально словами, а жестами, взглядом, либо другими формами общения. И поэтому мы продвигаем именно это. И мы видим результаты, что действительно у детей... Мы знаем девушку с ДЦП, которая выигрывает на шахматных турнирах. То есть это говорит о том, что действительно интеллект сохранный. И формы работы с детьми с особой образовательностью нужны, как я сказала, это индивидуальный подход, это создание среды и действительно включение в среду. Именно не создание какой-то отдельной школы для детей с инвалидностью, а включение в общую среду как раз-таки больше всего способствует развитию их познавательных навыков. Пандемия COVID-19 оказала тоже влияние на систему образования. Она дала и плюсы, и минусы. Скажите, пожалуйста, реабилитация, выход из ситуации, что вы делаете, предпринимаете для этого? Да, пандемия по-настоящему внесла большие коррективы в систему образования. Здесь я хотела отметить то, что совместно с партнерами министерство смогло в кратчайшие сроки перейти на дистанционное образование и по телевидению, и по интернету. Но, конечно, это все новое. И качество, опять же, пострадало. Мы это видим из начальных наших исследований. Мы видим, что более 30% родителей недовольны тем качеством образования, которое дети получили в прошлом году. Мы слышим о детях и видим детей, у которых не было доступа к интернету, к другим средствам связи для того, чтобы полноценно участвовать в процессах образования. Здесь, так как сейчас мы уже начинаем готовиться к следующему академическому году, необходимо сделать две вещи или две задачи. Первое – это провести оценку тех пробелов, которые появились ввиду того, что дети прерывно учились, учились дистанционно, для того, чтобы понять по основным базисным предметам, что нужно наверстать. И сразу же на основе этой оценки нужно разработать план и внедрить его, чтобы можно было наверстать эти упущенные вопросы и знания уже в ближайшее время. Потому что иначе у нас большой риск, что будут выпускники с большими пробелами. Огромное вам спасибо, что вы нашли время прийти к нам в студию и поделиться своими мыслями, рассказать о том, что вы делаете именно для того, чтобы наши дети разных категорий, разных слоев получали качественное образование. Уважаемые телезрители, напоминаю, что мы беседовали с координатором общественного фонда «Лига защитников права ребенка» Джилдис Джаманкуловой, председателем общественного объединения «Движение вперед» Тахминой Осановой, а также заместителем главы ЮНИСЕФ в Кыргызстане Юлией Олейник. Оставайтесь на Лату-24. Всего доброго. С праздником, Международным днем детей.